Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянса, автор проекта «Изба вязалья», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я напоминаю, что закончился наш шестой вязальный марафон, который называется «Улиточка». Сам марафон транслировался в нашей группе ВКонтакте, которая посвящена была именно исключительно этому марафону. И именно в этой группе выкладывались все отчеты участниц нашего марафона. Напомню, что спонсором марафона выступает предельно неточный комбинат имени Кирова, который предоставил нам пряжу для этого марафона. И ПНК имени Кирова в лице магазина «Невская рукодельница» предоставил нам также сертификаты для победителя этого вязального марафона. Это подарочная карта на 1000 рублей, на которую вы сможете приобрести любые изделия из ассортимента магазина «Невская рукодельница». Напомню, что по традиции участники марафона не знают, что мы вяжем. И то, что получилось у нас, это вот такая сумочка-улитка. Как она выглядит, участники узнали, только получив заключительное, пятое задание. Но когда марафон начинался, и участники получили первое задание, то первое задание, как обычно, у нас было подготовительное, для того, чтобы участники вошли в ритм работы, потому что постоянно возникали какие-то проблемы, когда они не знают, как скачать, не знают, как отправить. И поэтому подготовительным заданием у нас было связать зонтик. Зачем рыбий зонтик, зачем улитки зонтик? Об этом все узнали уже в конце, именно в пятом задании. Но для того, чтобы все-таки уже начали что-то делать, участники связали свои зонтики и прислали нам. А второе задание, второе задание, это уже было создание самой улиточки, самой сумочки. И задание, с одной стороны, улиточка-то у нас небольшая, и нужно было всего связать два фрагмента примерно по метр двадцать. Но задание состояло в том, чтобы связать эти фрагменты вот такими разноцветными вдоль и поперек. И, конечно, была масса негативных эмоций, потому что непонятно было для чего, вот такое количество огромных рваных тряпок. Бедные наши участницы, мне их было искренне-искренне жаль. Но посмотрите, насколько качественно подошли ученицы. Пронумерованно, сложено в определенном порядке, и в таком виде отчеты нам и присылались. Ну, на третьем задании мы уже начали собирать то, что связали, и уже стало нам более понятно, что у нас получится. Четвертое задание. Нужно было уже оформить изделие головкой, потому что это такая достаточно кропотливая и мелкая работа лицом. Все должно быть выразительным. Только на выполнение этого задания мы отвели 4 дня для того, чтобы все-таки участницы успели это сделать, чтобы лица получились красивыми, интересными, задорными. И посмотрите, какие они действительно получились, роскошные лица. И мне очень нравится, что участницы подошли с фантазией, и каждый делал то, что выполнял задание так, как он его понимает, так, как ему нравится. Ну, и, конечно же, пятое задание – это уже была сборка. И отчетные изделия вы видите, насколько необычные, насколько красивые получились эти улиточки. И некоторые участницы пишут, что ученики превзошли учителя. Мы никогда не будем с этим спорить, потому что наша задача стоит именно научить вас вязанию, а не показать то, как умеем вязать мы. И поэтому сейчас наступил заключительный этап, когда вы можете посмотреть работы участниц, проголосовать, выбрать ту, которая вам нравится, потому что только таким способом вы можете показать, что работы наших участниц вам нравятся. Но для того, чтобы наше голосование было наиболее экспертное, мы создали закрытую группу для участниц, которые дошли до финала. Именно они определили закрытым голосованием победителя. И им стала работа Татьяна Улахович. Мы поздравляем Татьяну, которая уже не первый раз принимает участие в наших марафонах, но побеждает пока что первый раз. А вы можете переходить по ссылке под этим видео и давать оценку работам других участников и посмотреть, как распределяется мнение рядовых пользователей. И поддержать наших участниц на прохождение следующих марафонов. А марафоны мы будем проводить каждый месяц, для того, чтобы вы понимали, что вязать можно не только свитера и носки, но и даже вот такие необычные изделия, которые очень нравятся нашим детям и которые дают нам огромный всплеск позитива, потому что только с ними мы погружаемся в детство. И поэтому эти наши марафоны я называю детские игры для взрослых девочек. Если вам нравится то, чем мы занимаемся, подписывайтесь на наш канал YouTube, приходите в нашу группу ВКонтакте, учитесь вместе с нами в нашей школе машинного вязания Натальи Некрасовой, получайте вместе с нами удовольствие, которое преследует нас в момент создания таких необычных креативных изделий. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.